В 2019 году я в двух или трёх роликах сообщила вам о том, что нужно собираться с семьями в одном регионе. Где-то более-менее, чтобы можно было доехать на машине друг к другу. Ну, причём доехать-то, друзья, вы понимаете, это не тысяча километров, да? А где-то в пределах, скажем, двух часов поездки на машине можно было друг до друга добраться. Конечно, много было возгласов, много было комментариев на эту тему. Но я полагаю, что каждый из вас, друзья, сам хорошо знает, что необходимо предпринять для того, чтобы ваша семья осталась в целости и сохранности. Время – наши, друзья, на исходе. На сегодняшний день уже много что сделано руководящей партией и правительством для того, чтобы заблокировать людей на местах. Сюда же относятся и прививки, сюда относятся тесты, дорогостоящие тесты. Сюда относятся множество маленьких законов, подзакончиков. И, конечно, в любом случае людям оставалось непонятно. Потому что, ну как, вот я сяду на самолёт и полечу в Ялту к своим знакомым, да? Легко и просто. Или я живу в Москве, и я могу совершенно спокойно полететь на Алтай. Потому что есть авиасообщение. Но ведь, друзья, для тех, кто проглядывает вперёд на будущее, было понятно, что все сообщения прекратятся. И об этом я также вам рассказала, что все сообщения прекратятся. И не будет никакой связи. Помимо той даже, если вы пешком можете дойти. И автомобильной связи может тоже не быть. Только пёшим ходом. Куда дошли, туда и дошли. Сегодня есть у вас обувка на ногах. А завтра встанут предприятия. Встанут обувная промышленность, фабрики. И у вас будут лапти. Вы помните фотографии конца 19 века, начала 20? Там люди в каких-то тряпках на ногах. В каких-то лаптях, сплетённых своими руками. И мы думали, что так всегда жили. Нет, друзья, так начали жить, когда остановилась промышленность на земле. В России, в других регионах, может быть, ещё где-то мира. Но, естественно, люди, надо в чём-то ходить. Они и вязали себе из лыка лапти. Так вот, друзья, то, что я говорила, оно уже вот приблизилось. В России закроют сейчас, это сейчас закроют. Потом ещё, друзья, закроют. Сейчас закроют более 40 аэродромов малой авиации. Написано «малой». Но что для вас малая авиация? Мы же не представляем. Москва – большая авиация, да? А малая авиация – это что? Сюда можно отнести и большие аэродромы. Просто для отписки написать, что это тоже малая авиация. Большинство закрытых регионов для перелётов, друзья, аэропорты закрываются. Это север. Севера закрываются для перелётов. Пока ещё можно. Это освобождает небо. Будут только военные полёты. А что это значит? А это, опять-таки, друзья, как бы вы ни говорили, что вам нужны хорошие новости. Но когда весь мир, весь наш сумасшедший мир готовится к войне, откуда можно взять хорошие новости? Ведь даже концерты остановились, театры остановились. Остановилась вся жизнь. И во многих школах решают, будут последние звонки школьные, выпускные или не будет. Вот в Дубае разрешили сделать последний звонок. А в ваших школах? Вы понимаете, жизнь останавливается. Её останавливают искусственно. Она шла, знаете, как паровоз, большим напрягом. И постепенно колесо за колесом сбивают, чтобы напряг и быстрый ход сбавить. Школьные последние звонки – это одно. Это тоже так, часть закрывающейся жизни. А вот аэродромы – это гораздо более существенно. В России закроют для обслуживания воздушных судов более 40 аэродромов малой авиации. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом нам сообщает, друзья, «Новая газета» 26 мая 2001 года. Основная часть аэродромов находится в Заполярном районе Ненецкого автономного округа, Архангельской области, Красноярском крае, Иркутской области. Вот и отрезали их всех от основной земли. У них там будет своя вотчина, а у вас своя. Потом и вас также обрежут, и также и у вас не будет сообщения. Пока север. Отрезают один север. Туда не будут летать гражданские самолеты. Военные борты будут идти, а гражданские нет. В пресс-службе правительства Архангельской области пояснили, что изменения исключительно формальные. Это как можно тогда сказать формальные, когда закрывают аэропорты, а они формальные? И вот как они это поясняют. Существующие аэродромы сохранятся и продолжат функционировать, но в статусе посадочных площадок. И при этом на авиаперевозки смена наименований не повлияет. В мае региональные авиакомпании, работающие в Приволжском и Северо-Западном федеральных округах, а также на Дальнем Востоке, отправляли Мишустину письмо, сообщая о рисках значительного сокращения географии полетов на местных рейсах, писали журналисты РБК. Риск сокращения полетов региональной авиакомпании объясняли невозможностью исполнения постановления правительства, которое ужесточает меры транспортной безопасности. В частности, это требования, предъявляемые к посадочным площадкам, операторами которых преимущество выступают сами перевозчики или муниципальные предприятия. По данным на март 2021 года, в реестре Росавиации было более 2,2 тысяч посадочных площадок. И об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Минтранса. В 2020 году на рейсах в пределах одного субъекта в России было перевезено 1,8 миллиона пассажиров. Это 3% от общего пассажиропотока на внутрироссийских авиалиниях. И, ну, это еще не все, друзья, потому что аэропорты сейчас, даже которые есть, они переходят в частные руки. Закрывают их под разными предлогами, но они переходят в частные руки. Нет, это государство уже не будет иметь абсолютно никакого отношения. Я для примера вам расскажу об одном только факте. На Сахалине строительство аэропорта со скандалами передают инвестору-олигарху. Инвестор-олигарх решил забрать под себя большой аэродром, который строили на Сахалине. Компанию, которая строила, аэровокзал в аэропорту Южно-Сахалинск отстранили от проекта и не заплатили за уже выполненные работы. Но кто сегодня будет разбираться? Государственное управление исчезло. Судов тоже уже не будет. Об этом я вам говорила полтора года назад, год назад. Но многим кажется, что это невозможно. Государственная машина все равно будет работать. Зачем? Если вы, друзья, все будете в большей степени сидеть в концлагерях, зачем вам суды и государственная машина? Ну, это же смешно, да? Они вам просто не понадобятся. У вас будут надзиратели. А что касается тех, кто останется в своих квартирах, они будут ограничены в передвижениях. И никакие уже самолетные рейсы, посадки, они практически все исчезнут. Олигархи будут распоряжаться своими аэродромами, своими самолетами так, как они захотят. Им невыгодно возить простой людды. Почему? Да потому что это копейки. Легче зафрактовать под какие-то иностранные компании. И потом неизвестно, что и как собирается там твориться. Возможно, просто решили закрыть все аэропорты для того, чтобы тот регион отрезать от основной земли. То есть, как я вам и говорила, но об этом уже, друзья, был ролик у меня в 17-м году о том, что Россию поделили между собой олигархи, олигархи стран. Ведь если Абрамович у нас житель Англии, то, возможно, на Англию и запишется регион, скажем, Чукотка. И за ним же также останется аэродром. И это его дело – снабжать жителей Чукотки продуктами или не снабжать. Как будут выживать жители Чукотки, если не будут завозиться продукты? Вы скажете, будут, народ никто не оставит в беде, и коммерция должна работать. Но кого это интересует? Абрамовича? Ваша коммерция? Коммерция кого? Мелкого торговца? Абрамовича это не интересует? А ваше питание? Оставить вас голодными? Друзья, я вам рассказывала случай, когда на острове Врангеля просто перестали завозить продукты и приезжать люди. Перестали вертолеты, самолеты прилетать. И там всех людей сожрали звери дикие, которые бегают там, белые медведи. И они, как известно, приходят размножаться на остров Врангеля. Я говорила об этом про вертолетчика и внучку бабушки, которая плакала и просила, и говорила, что мы вот только вдвоем остались с внучкой моей. А внучке там было 15 лет. Забери ее на Большую Землю в Магадан отвези. Меня не надо. Но ведь он мог и бабушку взять, и внучку взять. В вертолете много места. Но он не захотел. Он и бабку оставил, и внучку оставил. Магаданский вертолетчик. Это муж моей одноклассницы. У меня была одноклассница Ирина Гревцева. Она работала заведующей Большого универмага в Магадане. Так вот, ее муж как раз и не взял ни бабку, ни внучку. Об этом он мне рассказал сам. И я была поражена. Он совершенно бесчувственно это рассказал. А просто как факт, что люди там погибли все. А его туда правительство Магаданской области посылало для того, чтобы, знаете, смешно, цинично, бюллетени он завозил для голосования. Вот для чего вертолетчик прилетел на остров Франгеля. Что же касается Чукотки, все будет сейчас то же самое, друзья. Но если Чукотка сможет, у кого-то будут лодки моторные, чтобы перебраться на берег до Аляски, доехать, долететь с ветерком на моторе. Но ведь если в зиму останутся, вот сейчас, друзья, никто же не ожидает никаких плохих известий. Пока есть продукты. Пока все есть. Передвижение пока еще работает. А через месяц закроют. И что? И не будет ни продуктов, и ни передвижения. Лодки останутся. Но какая зимой лодка, друзья? Уже и лодки не будут ходить зимой. А если настанет голод, то до следующей весны вряд ли доживет половина населения. И это одно. А если начнут бомбить, то кто им поможет? Вы понимаете, ведь Чукотку, Аляску, Дальний Восток, Сибирь бомбили в 50-х, 60-х годах. Об этом я вам рассказывала. Но как бы не смогли, наверное, вы сопоставить, а что же было, почему же их бомбили, и никто не знал. А вот потому и никто не знал. Связь обрезали. Никто не летал, не ходил, не ездил, никуда. Обрезанная связь, телефонная. Я же вам тогда рассказывала, что чтобы дозвониться до Москвы, нужно было через оператора заказывать заранее телефонный разговор. Неизвестно, дадут тебе или нет этот разговор. И понятно, что всегда все прослушивалось. Вот так жили люди. И так их можно было бомбить, их можно было голодом морить. И никто ничего не знал. Так и так же сейчас надвигается на людей блокировка авиасообщения. Гражданского авиасообщения. Продуктов не будет. Связи не будет. Людей перевозить не будут. Выехать оттуда люди не смогут. Все. Прощайте жители Чукотки. Прощайте жители Северов, Заполярья. Все эти земли останутся голыми. А потом народ снова будет кричать, что нас 180 миллионов или 145 миллионов. Друзья, на сегодняшний день 32 миллиона. Это я подсчитывал год назад. Я подсчитывал год назад 32. Сегодня я вижу гораздо меньше. Гораздо-гораздо меньше. Люди не беспокоятся о своей жизни. Людям нет беспокойства и о своих внуках. Вы только иногда говорите, вот нам, да ладно, вот внукам бы, вот их жалко. Но разве вам жалко своих внуков, друзья? Нет, не жалко. Когда я вам говорила, не копите денежки, они вам скоро не нужны будут. Вы смеялись, с тобой, что ли, Таня, поделиться? Поделитесь. Пока есть возможность, поделитесь. Вам ни деньги не нужны будут скоро. Не хочу пугать, но мои прогнозы всегда сбываются. Я просто хорошо умею логически думать. Да, я волшебница. Да, я вижу эфир. Но помимо эфира есть еще хороший аналитический ум. Я Таня Карацуба, Сеидбургхан. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok